Доброе утро, дорогие друзья! Понедельник, 3 декабря. Программа «Утренний эспрессо» начинает свою работу. И прямо сейчас, кто выходит из дома, внимание, гололёд! Будьте крайне осторожны прямо с первого шага, выходя из подъезда. Да, уважаемые телезрители, всем доброго утра! Аккуратность, аккуратность и ещё раз аккуратность. Мы это прошли сегодня, поверьте, надобрались. В студию прямого эфира для того, чтобы работать для вас. Программа «Утренний эспрессо» начинает свою работу. Да, пусть понедельник будет гололёдным, если можно так сказать, но не тяжёлым для вас, счастливым, радостным, позитивным и по-настоящему уже зимним. Пусть всё сегодня получается. Делайте программу «Утренний эспрессо» вместе. Мы здесь для того, чтобы работать для вас. Виталий Иванов, Юлия Майская, доброе утро! Ещё раз доброе утро! Прямо сейчас анонс программы. Всё, что мы сегодня увидим, услышим, каких гостей будем принимать. Изучайте вместе с нами. И, конечно, оставайтесь с нами до конца программы. Сегодня в «Утреннем эспрессо». В «Международный день инвалидов» поговорим о социальных инициативах и личных достижениях людей с ограниченными возможностями. Узнаем, как прошло открытие международного патриотического лагеря «Единство Брестской крепости». Выясним, где пройдёт забег Санта-Клаусов. Ну вот точно, что не помешает, это гололёд не помешает влюблённым, потому что влюблённые пары всегда встречаются, люди, которые ищут друг друга и хотят этого, и хотят быть вместе, обязательно будут вместе, несмотря на сложные погодные условия и вообще любые проблемы. Учёные рассказали, как произвести хорошее впечатление на первом свидании и пришли к выводу, что одной только успешной недостаточно. Да, когда вы идёте на первое свидание и хотите произвести хорошее первое впечатление, то рассказывайте о том, как именно вы добились всего в своей жизни, рекомендуют эксперты. По их мнению, кстати, именно такой метод поможет вам, ну скажем так, оставить хороший след в сердце вашего собеседника. Да, дело в том, что яркие и положительные впечатления оставляют не те, кто хвастался своими успехами, а те, кто рассказывает, как многое тяжело приходилось работать для того, чтобы прийти к этому успеху. Ну, чтобы доказать данную гипотезу, учёные поставили опыт. Оказывается, что люди любят слушать истории успеха. Да, вашим и телезрителям. Поэтому, мне кажется, ваши выходные прошли на отлично. Свидания состоялись, были абсолютно счастливыми для каждого из вас. И сегодня понедельник для того, чтобы был счастливым и хорошим днём. Мы советуем вам начать с истории ваших успехов, я не знаю, рассказов вашим коллегам и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, обязательно обсудите с коллегами погоду. Несмотря на то, что сегодня гололёд, обещают синоптики плюс по всей области, более точно из прогноза погоды прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брест, любимый, доброе утро! Доброе утро! Всем привет! Доброе утро! Доброе утро, страна! Доброе утро, всем привет! Хорошего дня! Всем привет! Доброе утро! Всем доброе утро! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Есть на что посмотреть, есть куда сходить, есть чем полюбоваться, уважаемые телезрители. Да, здорово, что город у нас преображается, есть действительно чем любоваться, социальные объекты расцветают, много происходит реконструкций, больших ремонтов, и мы действительно двигаемся к тысячелетию города, такими семимильными шагами, совершая качественные шаги вперед. Здорово, когда ремонтируются, особенно социальные объекты. Как это было с Брестской детской областной больницей, мы узнаем прямо сейчас из сюжета. Не так давно детская областная больница отметила свой полувековой юбилей. Основанная в 1968 году, она была рассчитана на 270 коек. Сегодня же здесь получают лечение 417 маленьких пациентов. В год юбилейной для больницы учреждения коснулись значительные изменения, связанные с тем, что количество обращений продолжает расти с каждым годом. Общее число обращений за год составляет 25 тысяч пациентов, хотя еще лет 25-30 это число было около 8 тысяч. Ну, в город растет, соответственно, и проблемы у людей, и детского населения, конечно, возникают гораздо чаще, чем раньше. После реконструкции возможности больницы значительно улучшились. Организована работа двух сестринских постов и выделено три смотровых бокса. Раньше в отделении было два диагностических бокса, сейчас стало пять. В этих боксах мы сможем на некоторое время госпитализировать пациентов с различной патологией и уделить им более пристальное внимание для того, чтобы правильно произвести дифференциальную диагностику. И после этого мы сможем дальше пациентов распределять по профилям заболеваний. Если это будет профиль заболеваний, который лечится в нашем стационаре, мы будем оставлять их здесь. Если в каком-то другом, значит, соответственно, перенаправлять. Здесь будут пациенты находиться столько времени, пока не определится первоначальный диагноз, чтобы дальше мы смогли сориентироваться, в какое отделение они должны дальше госпитализироваться, или в какой-то другой стационар. Это может быть от нескольких часов до нескольких суток. После реконструкции до неузнаваемости изменилось и травматолого-ортопедическое отделение. Теперь скорее оно похоже на яркий детский городок, а не на больницу. Также здесь появились палата повышенной комфортности и детская игровая комната. Комфортные условия для маленьких пациентов созданы повсюду – в палатах, коридорах, санузлах. В отделении стало красиво, ярко, солнечно. У нас в отделении проведен капитальный ремонт с заменой плитки, сантехники, потолков. В общем-то, поменяли практически все. Мы сами выбирали, ездили по магазинам, смотрели плитку, выбирали цветовую гамму. Конечно, спасибо главному врачу, она тоже очень большое внимание уделяла вот этим всем вопросам. Правильное и сбалансированное питание – важная составляющая лечения. Кардинальную реконструкцию произвели и в больничном пищеблоке. Здесь заменено технологическое оборудование. Оно стало современным и энергоэкономичным. В пищеблоке появилось и совершенно новое оборудование. Конвекционная печь, посудомоечная машина, планетарный миксер, расстоечный шкаф, шкаф электропекарня. Улучшилось, конечно, после ремонта все. Мы будем булки уже выпекать, у нас есть тесто-мешалка, у нас шкаф есть, жарочный специальный для этого. Вот в скором будущем у нас будут собственного производства, мучные изделия. Проведенный ремонт – лишь начало масштабного обновления больницы. Для создания оптимальных условий пребывания пациентов, труда и отдыха персонала планируют со строительства нового корпуса. Намеченные перспективы реализуют в течение двух ближайших лет. Не может не радовать абсолютно все то, что происходит в Бресте. Действительно, социальные объекты возрождаются, реконструируются. Это очень здорово. Вообще, по моему личному убеждению, докторами не становятся. Ими рождаются, потому что в эту профессию люди идут по призванию, по зову сердца. А вот с телевидением стоит немножко по-другому. Действительно, работая над собой, можно стать телеведущим, особенно участвуя в проекте «Новые лица 2». Те ребята, которые попали уже на кастинг, прошли первые этапы, они уже активно занимаются, проходят мастер-классы. И, конечно, показывают свое мастерство, учатся мастерству у профессионалов на Теркобрест. Но те, кто следит за проектом, делают это правильно, потому что именно от вас, дорогие телезрители, зависит, кто же останется в эфире. Давайте будем смотреть следующий дневник проекта и посмотрим, какие сложности преодолевают наши участники. В эфире наше утреннее шоу в студии Ольга Емьянова, директор школы номер 14, мама замечательной дочки. И вот этот прекрасный день, День защиты детей, мы бы хотели задать ей несколько вопросов. В эфире учебная программа участников проекта. В центре внимания темы образования, моды, туризма. Мне просто было интересно начать путешествовать, и большое количество стран я проехала, прошла, прошла пешком, проехала на машине. Медианаставница Наталья Вотюх, которая уже хорошо известна участникам проекта, пригласила их в импровизированный эфир. Тема занятия – искусство интервью. Конкурсанты разделились на пары и сначала попробовали себя в роли ведущих. Я уже сказала, что вы начинающий в этой сфере человек. Как вы думаете, какие перспективы есть у фермерства в Республике Беларусь? Я себя отношу к частным фермерам. А потом гостей. Здравствуйте, Анастасия. Доброе утро. Что я хотела сказать. Вообще, если мы говорим, как строить этот бизнес с нуля, конечно, тут должна быть мечта, какое-то рвение, потому что без этого никуда не деться. На первый взгляд, простая задача не всем поддалась. Было очень отрадно видеть, что они помнили о тех замечаниях, да, и о тех советах, которые я давала в прошлый раз. Конечно же, присутствовало тоже волнение, да, для многих оно сыграло не самую хорошую роль, но они справлялись, они старались, и это самое главное. Это значит, что у них есть желание идти дальше. А вот и впечатления участников проекта. Сегодняшнее занятие вообще просто невероятно мне понравилось. Я считаю, что оно было самым взрывным из всех мастер-классов. Было очень много смеха, очень много позитивных эмоций, но при этом мы получили колоссальные знания и колоссальный опыт. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим преподавателям. Урок был очень интересным, очень познавательным. Мы, конечно, все безумно волновались, но вот это, наверное, стоит попробовать ощутить на себе, как это быть гостем, как это быть ведущим. Каждый мастер-класс вносит какую-то свою лепту в развитие. Ты получаешь новую информацию, ты получаешь какие-то советы. Мне очень понравились все предыдущие мастер-классы, потому что каждый из них, он очень познавательный. То есть каждый проведенный лишний час там, даже то, что мы задерживаемся где-то немножко, это очень здорово. Подчеркивают, боевой настрой – залог успеха. Я очень хочу пройти во вторую часть проекта, потому что мне интересно это дело. Я бы хотела продолжать в этом всем участвовать. Да, я настроена серьезно. Настрой боевой, очень хочется пройти, очень хочется себя реализовать в этой области. Ну и буду надеяться, что у меня все получится. Волноваться есть из-за чего после финального мастер-класса первое отчисление. Прежде всего те, кто недобросовестно посещал занятия. Далее условия отбора будут еще жестче. Первая часть проекта – это вот эти шесть мастер-классов, которые стали для наших участников своего рода фундаментом. Для того, чтобы выстраивать дальнейшее свое отношение к журналистике и к возможности работать на телевидении. Далее их ждет самый сложный, наверное, этап, когда они должны стать уже конкурентами. Потому что, безусловно, проект предусматривает то, что в финал выйдут только самые-самые сильные. Вторая стадия – самая сложная, потому что наши участники становятся соперниками. И по результатам первого испытания, которое пройдет уже в понедельник, мы, к сожалению, попрощаемся с достаточно большим количеством участников проекта. Новый этап уже сегодня. Следите за новостями проекта. Сегодня 3 декабря. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1875 году состоялась московская премьера первого фортепианного концерта Петра Чайковского. Еще при жизни автора первый концерт обрел колоссальную популярность. Он неоднократно звучал во время гастролей Чайковского по США. Исполнялся на открытии Карнеги-холла в Нью-Йорке. В 20 веке это произведение вошло в репертуар ведущих мировых пианистов. В 1872 году сотрудник британского музея Джордж Смит выступил на заседании Лондонского общества библейской археологии с сенсационным сообщением. В результате расшифровки глиняных клинописных табличек, найденных при раскопках древнего города Ниневии, на обломке одной из них ему удалось прочитать отрывок из шумерского эпоса 3-го тысячелетия до н.э., в котором рассказывалось начало легенды о всемирном потопе. Она была близка к библейской, но старше ее на целых 700 лет. 1966 год. В дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой в Александровском саду был торжественно погребен прах неизвестного солдата, перенесенный с места кровопролитных боев 41-го километра Ленинградского шоссе. Мемориальный же комплекс могила неизвестного солдата открылся в мае следующего года. На гранитной плите надгробия начертано «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 3 декабря 1967 года в Кейптаунском госпитале хирург Кристиан Барнард пересадил 54-летнему пациенту сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции мужчина умер от пневмонии. Однако следующий пациент прожил после операции более 19 месяцев. В то время еще не знали, что чужие органы отторгаются иммунной системой. С открытием иммунодепрессантов в 80-е количество пересадок резко возросло. В этот день в 1992 году состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Содержание сообщения было классическим поздравлением с Рождеством, состоящим из двух слов «Мэри Крисмас». Это событие стало новой вехой в истории развития коммуникации. Да, уважаемые телезрители, выбирать чудо, как актуально это звучит сегодня. А вообще для нас, мне кажется, чудо – это когда человек может совершать то, что по сути не может. Но идет к этому стойко, уверенно, и все же делает это, делает то, о чем мечтает. Сегодня Международный день инвалидов. И в этот день мы, уважаемые телезрители, хотели бы поговорить о социальных инициативах и личных достижениях каждого человека с ограниченными возможностями. С большим удовольствием мы представляем наших гостей. Вера Анатольевна Леонова, заместитель председателя Брестской областной организации Общественного объединения Белорусского общества инвалидов. Якушинова Инна Дмитриевна, председатель Брестской городской организации. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что добрались до нас сегодня и вовремя. Главное, это сделали при таких погодных условиях, как сегодня. Это почти невероятно. Все в порядке было, когда добирались? Все хорошо. Здорово. Спасибо. Стремление, уверенно в себе. Ну, Вера Анатольевна, Инна Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, о работе, которая проводится в Ваше общественное объединение. Как сложилось так, что такая структура проводит огромное количество социальной работы, и как здорово, что она эту работу проводит и расширяется постоянно. Что лежит в основе? В основе это забота о наших членах общества. Потому что белорусское общество инвалидов создавалось для того, чтобы отстаивать права наших инвалидов, членов нашего общества и семей их, в государственных структурах и в других объединениях. Брестская областная организация создана в октябре 1988 года. В настоящее время она, значит, насчитывает более 17 тысяч членов общества. Это самая большая организация в республике, наша Брестская. В ее состав входит 16 районных и 3 городские. Это Барановицкая, Брестская и Пинская городские районные организации. Это мы говорим уже, наверное, о структуре, да, о Вашем объединении? Да, да. А работу мы проводим. Наша цель это создать условия нашим инвалидам, равных с другими гражданами в общественной жизни общества. Интеграцию инвалидов в общество. Это наша основная задача. Это все очень здорово и верно, потому что говорят, что люди, когда ограничены в чем-то, значит, еще в чем-то они более развиты. То есть достижения в той или иной области могут достичь лучше, больше и выше. Инна Дмитриевна, Вы городская организация, Вы входите в областную структуру. Скажите, как эта структура, как Вы взаимодействуете друг с другом, как происходит это взаимодействие и какие функции Вы выполняете? Ну, нам проще всего. Мы находимся в одном городе, Брестская областная и городская. Поэтому непосредственно практически каждую неделю я и нахожусь в областном управлении. Поэтому все приказы, так сказать, распоряжения, все как бы мне очень близко. Но одно, что городские районы организации, они напрямую общаются с инвалидами, решаются их проблемой. К нам каждый день приходит около 10-20 инвалидов со своими вопросами, со своими проблемами. И мы как бы общаемся с ними напрямую, решаем их вопросы. Ну и, естественно, за помощью идем и в областное, и в городские структуры, и в другие общественные организации. Сегодня тоже есть такая возможность у наших телезрителей присоединиться к нашему разговору по телефону 21-55-65. Вы можете задать вопросы нам гостям. Нашим гостям, возможно, у вас какие-то есть проблемы, или вы хотите узнать больше о работе этих организаций. Прямо сейчас у вас есть такая уникальная возможность. Дозванивайтесь, пожалуйста, 21-55-65. Скажите, пожалуйста, где участвует областная организация? Областная организация участвует в Международном фестивале творчества инвалидов в Витебске в рамках Славянского базара. Наши участники становятся лауреатами. В 2018 году из 20 участников мы привезли 15 дипломов. Это художественное творчество, исполнительные виды искусства. Могу назвать наших замечательных. Галина Бабонова, Анна Вербицкая, Владимир Кравцов. Потом в художественном творчестве у нас Кондратюк Андрей. Его картины замечательные. Ивацевич, Галушка Анатолий. Тоже удостоены диплома в первой степени на фестивале Витебск. Один раз в два года мы ездим на республиканский фестиваль творчества инвалидов, вернее, национальных культур, который проходит в Гродно. Делегация наша тоже выделяется нам площадкой. И наших инвалидов, наших членов общества принимают там на ура. Насколько доступна ваша организация в социальных проектах? Как люди могут обращаться к вам? Как это происходит и что делать, если человек столкнулся с такими ограничениями в своей жизни? Как это преодолеть благодаря вашей организации? Куда нужно обращаться? Ну, сразу обращается, естественно, в первичные организации. У нас есть это основа нашего общества, первичные организации. А потом уже в районные или городские организации. А мы уже выходим, если мы сами не можем решить этот вопрос, мы выходим с ходатайством в ту структуру, в отношении которой надо решить этот вопрос. Скажите, пожалуйста, а как происходит реабилитация этих людей, которые обратились к вам за помощью? Значит, у нас есть предприятия инвалидов, где работают инвалиды. У нас в Брестской областной организации два унитарных предприятия. Одно из них находится в Пружанах, Людмила. А второе у нас Эколабсервис. Они там проводят исследования среды и все прочее. А еще у нас в Брестской области два предприятия общества инвалидов центрального правления. Это надобный труд в Барановичах и у Диона в Малорите. Но они и у нас в Бресте находятся, вычелки 127, и там наши инвалиды проводят реабилитацию. Они там шьют спецодежду. То есть люди, которые делают свое дело и делают отлично, правда? Да. Это трудовая реабилитация, Вера Анатольевна. Это трудовая реабилитация. Есть еще какое-то подразделение реабилитации? Естественно, творческая реабилитация. У нас очень мало помещений, которые могли бы помочь нам в этом деле. Потому что Белорусское общество инвалидов – это общественная организация, мы не финансируемся государством. И помещения содержать очень дорого. Поэтому мы обращаемся во все структуры городские, музыкальные школы, училища, центры, домокультуры. Как откликаются? Ну, по возможности, ну как-то не отказывают. Стараются помочь, насколько у них есть возможности, силы. Вот преподаватели занимаются с нашими талантливыми людьми. Конечно, вот эта творческая реабилитация, по-моему, это вот самое важное. Люди вытягиваются из своей такой среды домашней. Вот мы изучали материалы, которые вы принесли. Вы сдаете газету. Есть прекрасный брошюр, очень интересный. Здесь настолько огромное количество творческих людей, которые танцуют, поют, занимаются спортом. И причем такой спектр участия и те направления, в которых участвуют, это просто что-то невероятное. Насколько это все здорово, классно. И практически 20 тысяч членов в организации огромных, 16 районных организаций. Три городские организации. Все это большая, огромная семья. Как удается совместить, какой вы создаете климат внутри? Как удается создавать такой климат положительный? Руководят председатели районных организаций городских. Это очень хорошие люди, замечательные. Они вхожи во все структуры власти. Им везде помогают. Вот сейчас к 30-летию проводились везде мероприятия. И ко дню инвалида. Мы посещаем, Брестская областная организация, правление, я и председатель, мы посещаем эти мероприятия. Вот в субботу было мероприятие в Ивацевичах. Замечательно. Мы с Инной Дмитриевной ездили, нас пригласили, и мы ездили. Мероприятие проходило в Доме культуры. Присутствовали руководители служб районных, заместитель председателя райисполкома, артисты Дома культуры. Такой концерт для наших членов общества сделали, что, в общем, было очень замечательно. А в Брестском районе 30-го числа проходил первый фестиваль, инклюзивный фестиваль. Это было новое что-то. Почему? Потому что здесь, в Чернинском Доме культуры, здесь соединились наши инвалиды, посещающие отделение дневного пребывания при территориальном центре социального обслуживания населения, и участники художественной самодеятельности сельских домов культуры. Они новые номера там, они пели вместе, все. И каждый участник получил подарки от Брестской районной организации и от спонсоров. Вера Анатольевна, разрешите нам тоже присоединиться сегодня поздравлением с этим праздником. Мы желаем вам терпения, здоровья и больших успехов в вашем добром, большом социальном значимом труде, который вы делаете. К сожалению, у нас заканчивается эфирное время. Пусть вы будете здоровы для того, чтобы люди, которые тянутся к вам, они видели это стремление. И большая такая дружная кампания, реабилитация проходила быстрее. А еще обязательно передавайте от нас поддержку, отлично от нашей программы. И огромный привет вашим подопечным. Спасибо. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Спасибо вам. Вера Анатольевна Леонова, заместитель председателя Брестской областной организации общественного объединения Белорусского общества инвалидов. И Кувшиновани Инна Дмитриевна, председатель Брестской городской организации, были сегодня у нас в гостях. Да, уважаемые телезрители, наш эфир продолжается. Далее сюжет смотрим. Хлеб с грачаной муки, або, как его по-местцовому называют, грачаники, або бабка Гречина – саправдный кулинарный бренд Маларычины. Больше его ни пякусь, ни дем. Сакретами выпечки хлеба со мной спагадливо делится же харка везки Дарапеевича Степанида Степанюк. Степанида Алексеевна, сейчас мы будем делать расчину. Расскажите, какие нам для этого потребны продукты? Нам, первое, нужно, чтобы суроводка была. Что это такое? Суроводка – это, как делать творог. Роблять творог, оттопляют молоко в печи, оно согреется, поднимется, а там остается суроводка. Расчина замешивается не в месте або кастрюле, а, как потребуется, в того, лепшая традиция хлебопечения – у зежцы. До суроводки додается 100 граммов дрожжей и мука. Тут главное не перебрать, как не стала расчина занадто густой. Как вы научились рыбить бабку Грешину? Кто вам этот рецепт рассказал и передал? Так никто не передал, это сама думала, что у меня так не случалось все. Ну, я думаю, попробую, но я на суроводке и с дрожжами. То так быстрее, не треба квасить там его в него. За некорки годин расчина подыходить. Чарга додавать полов в столовые лишки соли, 4 лишки слонечного аллею, 1 стакан муки гречани и муки пшеничной. А вы все чого залежете? Тримается у нас бабка Гречина в тени? Знаете, на все треба счастье мать, даже хлеб спичать. То не счастливый человек не сможет спичать? Бо то пупенькается, то пупенькается? Ну, полопае, потряскается. Степаніда Алексеевна, а ты часто вы бабку Гречину готовите? Не, как гости, которые приезжают. Гречины и муки, что мало, а то, что сколько времени займает. Ну, это мальцелый день. Ну, почти. Дровы для бабки берутся тонкие, раунюсенькие, без сучка и задзирынки. Еще и гречанки в печь не посадили, а баба Степа спокушает стравник рассказами про то, как смачно есть их с колбасой и цыбулей, мочать у шкварки. Можно и сметанковым маслом, а лишь самой Степаниде Алексеевне больше за все подобается со сметаной. По коль мы займались опошними штрихами, сгладживали поверхню и смазывали яйкам, как раз натопилась и печь. И вось от заповедных и долгочаканных гречаников нас отделяю усяго 50 хвилин. Сейчас будем доставать. Господи, какой смачный был. Вельми картиць попробовать, что же за бабка гречина у нас отрималась. Бейш трохи, подломай. Ммм, вельми смачно. Мабуть смачнейшего хлеба я и не спрабывала николи у житти. Тому раю и вам, шановные глядачи, обовязково подшаставаться бабкой гречаной. А то ли вы подешать, по можливости и самим поспробовать ее приготовать. Согласно книге рекордов Гиннеса, самая большая прическа в стиле афро, диаметром более одного метра принадлежит американке Эйвин Дугас. Для того, чтобы отрастить такие волосы, Эйвин потребовалось 20 лет. Такие прически были очень популярны во времена стиля диско. С середины 70-х до начала 80-х годов прошлого века. Появились они гораздо раньше, еще в 19 веке. Кто из нас не мечтал о домике на дереве? О месте, где бы тебя никто не нашел? Мечту романтиков оплатили в жизнь владельцы агроусадьбы из деревни Заричаны в 25 километрах от Минска. Основной опорой для дома послужили стволы трех ив, стоящие на берегу небольшого пруда. Почти всю работу, включая внутреннюю отделку, Андрей Нижник и его сын Михаил делали сами. Заричанский дом на дереве не какой-нибудь шалаш, а жилье с внушительными габаритами более 30 квадратных метров над землей. Тысяча евро за килограмм. Столько стоит самый дорогой сыр в мире под названием пуля. Дороговизна продукта связана с уникальностью его производства. Для изготовления одного килограмма пуля необходимо 25 литров молока ослиц балканской породы. Молоко должно быть свежим, поскольку в день животное дает в среднем 200 миллилитров молока, стоимость сырья составляет около 40 евро за литр. Поистине вспоминается одна поговорка «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Хотя молоко очень аллергенный продукт, нужно быть очень внимательным. Не все дети его любят, не всем это полезно. Молочный белок, поэтому будьте тоже в него аккуратны. Скажем, кисломолочный продукт более считается полезным, чем именно молочный. Да, но во всяком случае, вы знаете, мне кажется, рацион дня, завтрак должен начинаться именно с молочной каши. Особенно в зимний период, в холодную погоду, действительно, организм должен быть насыщен. О приятностях вкусовых мы поговорим чуть позже. А сейчас все же возвращаем, уважаемые телезрители, вас в тему дня сегодня. Сегодня решили мы нестандартно действительно провести опросы именно по теме. Самый такой бесполезный подарок, который вы получали в жизни, это может быть предостережением всех тех, кто сейчас бегает, закупает подарки. Кстати, на ярмарке, которая открылась у нас новогодний 1 декабря, уже выходные, которые прошли. Не закупайте действительно то, что не понадобится другому человеку, вашему близкому. Потому что мне кажется, что, вот как по мне, ненужный подарок оскорбляет. Ну вот несколько сообщений прилетели в Вайбер. Не закупайте 8 кастрюль в одном наборе, потому что они все не могут пригодиться. Первое сообщение, которое к нам прилетело, достаточно интересное. Ну а второе связано с новогодними праздниками. Это елка. Не закупайте, пожалуйста, не покупайте искусственную елку. Она используется один раз. Но здесь можно поспорить, ведь она используется в такое классное время, в Новый год. Ну а кто-то, вы знаете, очень постарался для того, чтобы домашнее любимое животное приобрело свой собственный частный дом. Собственность частная, вот я что хотела сказать. Дом для кота, пишет Екатерина, самый бесполезный подарок, который ей подарили. Кот наверняка так не думает, ему все это нравится. Он совсем не проникся идеей личной жилплощади, пишет она. И, в общем-то, подарок оказался бесполезным. Но, тем не менее, мне кажется, что главное не дом для домашнего животного. Главное люди, которые окружают это домашнее животное. Потому что, поверьте, доброе сердце оно всегда почувствует, когда нужно помочь тем четвероногимым друзьям, кому действительно в реальной жизни нужна помощь. Смотрим, как это бывает, если вы просто обратите внимание на обыкновенную собачку или котику. Поверьте, он подарит больше радости, чем кто-то очень такой пушистый, классный и какой-то очень импортный, если можно сказать такими словами. Кто-то очень добрый, наше родное, может быть, часть вашей семьи. Принести много радости. Знакомьтесь, это была молодая, очень ласковая и игривая собака. Пока она живет во временном доме, где есть еще восемь таких же сирот, и каждый надеется обрести свой дом. Ей всего два года, приучена к выгулу и уже знает слово «нельзя». Полностью, здорова, стерилизована и привита. Бэлла хорошо относится к деткам и котам. Еще есть у нее небольшое отличие, которое осталось от прошлой бродячей жизни. Нет половинки хвостика и двух пальчиков на задней лапке. Бэлла будет очень благодарна за вашу ласку, миску и мягкий коврик у ваших ног. Она ждет своих добрых хозяев, чтобы превратить их дом в настоящий теплый семейный очаг. У этих обаятельных малышей еще нет имен. Пока их просто называют «черно-белый мальчик» и «черно-белая девочка». Вот появятся у них настоящие хозяева и дадут им имена, на которые котята с удовольствием будут откликаться. Их совсем крошечных нашли поздно вечером на улице без мамы кошки. Участь котят была бы предрешена, если бы недобрые люди, которые выходили малышей. Сегодня они веселые и игривые, готовы к знакомству с новой семьей. Здоровы и однократно привиты. Умело пользуются лотком. Для тех, кто готов взять нового члена семьи, помните. Животные в доме – это ответственность. Но за тепло и заботу они отблагодарят вас доверием и принесут много радости. В год тысячелетия Брест объявлен культурной столицей Содружества независимых государств. Отдел культуры Брестского горисполкома, государственное учреждение, дополнительное образование детской музыкальной школы искусств номер 2 города Бреста, общественное объединение «Побратима Брест» Шусеталь объявляет о приеме заявок на участие в первом международном конкурсе юных исполнителей «Ступени классики». Да, уважаемые телезрители, вот талантливые дети, безусловно, могут принимать участие в этом конкурсе. Он проводится в городе Бресте с 12 по 14 апреля 2019 года по номинации «Фортепианное соло». Оценивать выступление участников будет международное жюри из приглашенных музыкантов-исполнителей. Профессор, преподаватель средних и высших музыкальных учебных заведений, председатель жюри, кстати, народный артист Беларуси, профессор Игорь Владимирович Аловников. Да, приглашаются менять участие в конкурсе «Детей и молодежь в возрасте до 17 лет». Заявки принимаются до 1 марта 2019 года. И мы уверены, дорогие друзья, что обязательно этот конкурс состоится, он будет прекрасным. А люди, которые в нем участвуют, очень талантливы, потому что они, в том числе, из Бреста. Это здорово. Да, вообще у нас Брестская земля полнится талантами, а пианистов очень много у нас на Брестской земле талантливых. Ну и, конечно, для того, чтобы, мне кажется, в любом случае хорошо играть, хорошо воспроизводить и делать то дело, которое ты любишь, надо перед этим очень хорошо позавтракать. А самое главное дело – это сделать питательный завтрак. Если еще шеф-повар советует, то рецепт будет наверняка самый классный. Ну что ж, давайте посмотрим, чем будет угощать наш бренд-повар сегодня. Доброе утро. Сегодня я с вами поделюсь рецептом тепло-овочного салата. Приступим. Для приготовления теплого салата из овощей с баклажаном нам понадобится листья свежего салата «Айсберг», баклажаны синие, сладкий болгарский перец, свежий помидор, сок лимона, бальзамический уксус, французская дижонская горчица зернистая и оливковое масло. Теплые салаты можно назвать универсальным блюдом. Для начала подготовим овощи. Свежие, сочные листья салата «Айсберг» порвем руками и поместим на отдельную тарелку. Помидоры нарезаем четвертинками, если вы взяли мелкоплодные, или небольшими кусочками. Важный нюанс в приготовлении этого салата – это нарезка. Она не должна быть мелкой. Сладкий, свежий болгарский перец моем, удаляем семечки и режем довольно узкими брусочками и слегка обжариваем с двух сторон. Баклажаны режем на брусочки и обжариваем на среднем огне до мягкости. Кстати, баклажаны – это один из тех овощей, которые не имеют собственного сильно выраженного вкуса, но способен усилить аромат тех продуктов, с которыми он готовится. Теперь заправка для салата. Соус готовим, смешивая бальзамический уксус, оливковое масло, дижонскую зернистую горчицу с соком лимона. Такая горчица обладает насыщенным ароматом и довольно острым вкусом. Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Осталось немного. Подготовленные измельченные свежие овощи выкладываем на сервировочную тарелку, соединяя с пассированными баклажанами и сладким болгарским перцем. Аккуратно поливаем салат сверху приготовленной заправкой. Перемешивать не нужно. Конечно, желательно есть его в теплом виде, но он так вкусен остывшим, что не стоит переживать, если блюдо уже холодное. Наш теплый салат готов. С вами был шеф-повар китеринг-сервиса Иван Кабанка. Иван Федосев. Хорошего дня! Красивый завтрак. Полезный завтрак. Кусный завтрак. Теплый завтрак. В нынешней погоде. Но, тем не менее, каждый ли захочет создавать такой завтрак красивый, я бы сказала, фирменный, и тратить на это время? Потому что все утром, безусловно, мы куда-то спешим и при этом опаздываем. Но, мне кажется, есть каста таких людей, как тренеры-спортсмены, которые действительно заботятся о своем питании с самого утра, а кушают правильные завтраки. Оставайтесь с нашей программой, потому что третьими гостями сегодня будет именно тренер. Тренер по фехтованию, уникальный человек, который расскажет об этом удивительном занятии, а также придут с ним и его ученики, которые расскажут, как это делать правильно, даже принесут с собой всякие инструменты, рапируют специальную маску. Поэтому мы очень ждем в гости этого человека. А также говорим о том, что мы ждем в гости к нам нашего коллегу сегодня, потому что сегодня Международный день компьютерной графики, а у нас действительно работают специалисты, которые знают об этом все на 100% наверняка. Это тоже одна из уникальных профессий. Это правда. Да, а если вы, уважаемые телезрители, еще не все особенности знаете профессии тренера, предлагаем вам посмотреть наш следующий сюжет. Фунырчи! Кихонката на 10-й кью по два удара. Хочет! Брэй! 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 За спиной любого успешного спортсмена, спортивной команды или просто человека желающего заниматься спортом, всегда стоит тренер. Путь в эту профессию у Евгения Олехновича был очевиден, поскольку пример отца и старшей сестры с раннего детства всегда был перед глазами. Путь начался с того, что мой отец этим занимался. Он еще в 90-е годы преподавал карате. Я, как младший брат, уже, естественно, не мог пойти по другому пути, потому что вся моя семья этим занималась, и поэтому я также встал на путь карате и занимаюсь по сей день. И моя семья тоже. Основная задача спортивного тренера – выявить и раскрыть таланты своих воспитанников, научить управлять своим организмом и использовать его ресурсы на максимальном уровне для достижения поставленных целей. Если у тебя есть желание, у тебя все получится. Необходимо обладать знаниями, поэтому очень важно тренироваться самому. Тогда и твои ученики будут смотреть на тебя, на пример, и по этому примеру будут следовать. Необходимо быть очень целеустремленным, старательным и никогда не сдаваться. Желание научить, поверить в свои возможности напрямую зависит от личностных качеств тренера. Эта профессия связана не только с большими физическими, но и эмоциональными нагрузками. Поэтому выдержка и терпение здесь просто необходимы. Необходимо быть сдержанным и стараться найти всегда какой-то компромисс, потому что каждый родитель, отдавая своего ребенка на тренировки, преследует свои цели. Кто-то хочет, чтобы ребенок стал чемпионом, кому-то нужно, чтобы ребенок был просто здоровым и физически развитым. А кто-то занимается просто для самозащиты, потому что его во дворе кто-то обижает. И вот необходимо уметь каждому просто найти свой подход. Тренер по каратэке Кусенкай развивает не только выносливость, четкое выполнение техники стиля и самообороны, но и свою философию, логику и мышление. Задание номер один. Выполняем правой ногой вход, захват противника за рукав и за грудь. Кузуш выводим из равновесия. Выполняем заднюю подножку, укладываем его. Перехват руки, правой рукой добивание. Только все это выполняем на максимальной скорости. На счет ИЧ первый номер делает всю комбинацию. Смотрим. ИЧ. И стойка. Профессия тренера была и остается уважаемой и востребованной. Достижения спортсменов и успех всей команды во многом зависят от мастерства и профессионализма их руководителя, его веры в победу. Бросок, ребята, выполняем резко. Добивание правой рукой. Мощный кияй. И после этого сразу поднимаемся. Приготовились. Дальше. Так, встали все в боевую стоечку. Коленки согнули. Ручки подать вперед. Вес тела на носочки. Вперед чуть-чуть тела, Кирилл, подай. Руки не складывать вместе. Пошире и подальше. Голову закрывать надо. Взгляд в глаза противнику. Ручки подними. Контролируем его. Взгляд ему в глаза. На занятиях у профессионального тренера ребята оттачивают технику кеку-синкай вудо-карате. И благодаря мастерству педагога уровень подготовки их растет. И даже если все эти ребята не поднимутся на ступеньку пьедестала почета, они обязательно станут просто хорошими людьми. Пять! А! Пять! А! Фудырщик! А! Здравствуйте, привет всем большой! Доброе утро! Всем доброго-доброго утра! Доброе утро всем! Доброе утро! Божу вас всех, дорогие брещане! Всем доброе утро! Доброе утро! Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Женя Филинович. Поднимайтесь и вставайте, делайте все свои утренние дела и бегом на работу. Доброе утро, уважаемые телезрители! Всем хорошего настроения, всем отличных погодных условий. Еще раз напоминаю, будьте аккуратны при выходе из дома, потому что гололед. Возможно, к этому времени его уже и нет. Но, тем не менее, предостережен, вооружен, значит, предостережен, но как-то так, тем не менее, мы вот что хотим рассказать. Уважаемые телезрители, очень много всего интересного вокруг мира происходит. И оказывается, то, что Беларусь может быть первой всегда и везде, это, знаете ли, не пустые слова. Белорусская мемориальная часовня в Лондоне признана лучшим религиозным зданием года на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме. Крупнейший международный форум, аналогично Оскару, как в кино. Да, конкурентами белорусской часовни в Лондоне были 8 религиозных построек из Турции, Ирана, Австралии, Таланда, Индии, Сингапура и даже Португалии. Оценивали их архитекторы, известные по всему миру. Белорусскую мемориальную часовню в британской столице они посчитали самой лучшей. Кроме этого, часовня будет бороться за победу в номинации «Лучшее использование древесины». Полученный титул лучшего религиозного здания дает право претендовать на звание Всемирного здания года. Да, вот такая замечательная новость, безусловно, и мы очень рады. И, конечно же, хотим вам сказать, что никогда нельзя оставаться над достигнутом. Если вы хотите что-то делать, совершайте, обязательно стремитесь к этому. А еще вот вам совет. Если хотите сделать понедельник счастливым, делайте то, что вы любите. Это важно. Это точно. Прямо сейчас прогноз погоды, гороскопии и хорошая музыка в эфире. Скоро вернемся к вам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Повно ждут великие дела, но по масштабности они могут сравниться лишь с теми, за которые вы брались в прошлом. Сделайте акцент на умственной работе, которая принесет не только деньги, но и признание. Гороскоп не советует Тельцу бороться за лидирующие позиции в кругу коллег. Ваш авторитет и так непоколебим, поэтому действуйте тем, что имеете. Близнецы вылезнут талантами в высших кругах. Изолировав себя от всего лишнего и ненужного, вы познаете истинный путь к успеху. В личной сфере старайтесь не лениться, а трудиться над своими минусами. Гороскоп предсказывает раку трудный в моральном плане день. Вас могут подставить люди, за которых вы когда-то заступались. Ищите иные пути внутреннего развития, а за старое не цепляйтесь. Лев будет сильно занят работой, поэтому на мелкие проблемы не обратит внимания, хотя нужно бы это сделать. Есть вероятность, что вас обойдут стороны люди, с которыми вы завязали совместный бизнес. Гороскоп советует Деве больше заниматься мелкой работой, в которой ошибиться невозможно. Не мчитесь из стороны в сторону, иначе отступитесь на ровном месте. Весам предстоит сражаться за право быть первым и неповторимым. Не суетитесь на работе, иначе не выполните обязательств перед начальством. Гороскоп рекомендует Скорпиону замедлить темп, чтобы не надорвать здоровье. Самочувствие ничуть не пострадает, если займетесь творчеством и домашними делами. Стрельцу нужно быть сдержанным и менее энергичным. Если позволите эмоциям вмешаться в рабочий процесс, то не реализуйте задуманное. В любовной сфере у стрельца появится жуткое желание все бросить и уйти в туман. Гороскоп предсказывает Козерогу огромный объем работы, с которым без помощи коллег не справиться. Но если отложите проекты в сторону, то и денег не получите. Водолей будет чересчур много требовать от других людей, а сам предпочит спокойно раскачиваться на волнах. Рассчитайте грамотно свой бюджет, чтобы не оказаться в убытках. Гороскоп советует рыбам окунуться в такую работу, чтобы выхлоп в плане денег оказался весомым. Не нужно распыляться на мелочи, они лишь обесточат. Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день компьютерной графики. О современных возможностях и использовании ее на телевидении, о современных тенденциях, использовании также в рекламе, в формировании новых роликов, интересных программ. Поговорим с представителем телерадиокомпании «Брест», с нашим коллегой, заведующим сектором дизайна, колешком Дмитрием. Доброе утро. Доброе утро, Дима. Очень рады видеть вас у нас сегодня в программе. Это вот все те люди, которые, собственно, работают, но кого не видно. Вот видно почти нас, а вот тех значимых людей, которые делают значимую работу, почти не видно. Ну, расскажите немножко о своей работе, об особенностях, нравится ли вам делать то, что вы делаете. Ну, наша работа, она связана с тем, что мы упаковываем все наше телевидение. То есть мы создаем его, программируем его внешний вид, то есть мы создаем заставки, мы создаем какие-то отбивки, рекламные материалы, формируем, в общем-то, лук, внешний вид. То есть, чтобы было понятен телезрителю, заставка утренней эспрессо, вот, когда видит телезритель утром на четверке, это все ваших рук дело, правильно? Да, именно так. Ну, не секрет, что работа очень интересна, сочетает в себе математику и художественное искусство. Как получается совмещать такие полярные управления? Ну, тут назвать их прямо полярными, они, наверное, как вся наша жизнь, такие вот контрастные вещи. То есть здесь скорее дело в том, что занимаются, как правило, специальностью, профессией, да, вот люди с своеобразным определенным складом, там, вот, ума, мышления, то есть для них тут особо, как бы, ничего такого, наверное, и нет. Но можно сказать, что это творческие люди, вот, считайте вы себя творческим человеком. Ну, здесь, как бы, должно сочетаться, это, наверное, так, вот, 50 на 50, то есть одно без другого здесь не существует, это, да, это, вот, творческие какие-то вещи обязательно требуются, там, ничего такого нового, интересного, там, вы не изобретете, если, ну, не быть творческим человеком. А, в общем-то, во многом нужно, конечно, знать, хорошо знать технологию, те инструменты, с которыми придется работать. Вот как-то так. Дима, скажите, пожалуйста, вот так интересно, а есть ли какие-то элементы сложности, когда создается та или иная картинка, упаковка программы? Вот конкретно наша упаковка, упаковка утреннего эспрессо, да, вот сложно ли было как-то ее воссоздавать? Что было сложнее, а может быть, было легко? Ну, как бы, вообще, вот о работе скажу, что любой, там, творческий процесс, это итерационный процесс, то есть здесь сложность, она нарастает, то есть сначала мы делаем, как бы, там, какие-то первые прикидки, да, то есть первый какой-то наброс, так, ну, а потом сложность, она наслаивается, то есть делаем один проход, второй, третий и так далее, в общем-то, можно до бесконечности наращивать эту самую сложность. Вот, ну да, по эспрессо, как бы, ну, программы это делали, ну, да, это... Ну, вместе делали и делали, я так понимаю, что все начинает с идеи, правильно? Конечно. Да, вот название потом придумывается, наверное, к эспрессо, как к эспрессо получается, придумывается чашечка, или наоборот получается, вот, или... А если приходит в этот момент какой-то другой персонаж, который не вписывается в эту структуру, что с этим делать? Графика помогает решить эту проблему? Нет, ну, так или иначе, все равно мы изобретаем способ, как что-то, как бы, реализовать, как вписать, чтобы все у нас сошлось, как бы, все аккуратно, хорошо. А вот, Дим, скажите, пожалуйста, так, правда, интересно, вообще упаковка программы начинается с логотипа, названия самой программы, либо выбираете изначально фон, далее вот какие-то еще сопровождающие вещи? Как это происходит? Ну, нет, начинается она, безусловно, с какой-то общей идеи, то есть формируется такая парадигма вообще, вот, что мы хотим осуществить, сделать, вот. Какая должна быть у нас программа, там, как бы, какой она должна нести заряд эмоциональный, какое должно быть настроение, как бы, как она это будет выражать, мы, как бы, пытаемся выяснить. Ну, и дальше вот этот, в общем-то, эту картину мы вот потихоньку рисуем. Можно ли сказать, что телевидение вовсю использует компьютерную графику, это все расширяется, постоянно обновляется, и все это применяется у нас на ТРК-обрест? Ну, безусловно, безусловно. То есть, так или иначе, как бы, телевидение, оно и пронизано, это такие костылики, которые, в общем-то, всю эту нашу картинку телевизионную собирают, держат ее. Вы говорили, готовились к этому к эфиру, мы общались с вами, какие-то суперклассные новые программы, которые используете вы в своем секторе, специалисты вашего сектора для вот реализации этого контента телевизиона. Что это за программа? Там такие названия были сложные. Что они все включают? Это что-то какое-то суперсовременное? Ну, это как бы, немножко я хотел разрекламировать такое направление, которому может быть сейчас тяжело, open-source, программное обеспечение. То есть, мы используем очень плотно такую программу, как Blender 3D. То есть, ну, поначалу программе было тяжело, да, ее не признавали профессионалы где-то. Ну, то есть, это такая open-source, то есть, это движение такое, это программа как бы совершенно свободная, то есть, которыми может любой человек пользоваться, для того, чтобы свой творческий потенциал как-то раскрыть. Вот, соответственно, образцом таким ярким вот этого вот жанра был этот самый Blender 3D. Ну, сейчас ситуация, конечно, поменялась, то есть, сейчас этот программный продукт используется вот даже на таких гигантах, как Netflix выпустил мультсериал, вот там, в частности, использовалось именно это программное обеспечение. А что позволяет реализовать это программное обеспечение? В чем плюсы этого программного обеспечения? Почему оно становится популярным все больше и больше? С ним легко работать? Оно создано художниками для художников, так скажем. То есть, в нем меньше, ну, так сказать, диктат. Диктат может быть там вот до какого-то менеджмента, который в больших там софтварных компаниях может считать, что ну вот все-таки лучше реализовать так. Ну, то есть, программа более свободна, что ли, хотя, как бы, безусловно, там ей не хватает, там, ну, такого огромного штата финансирования, как в больших монстрах. Ну, как это отражается, что в программе меньше инструментов для реализации, все равно, там, не знаю, там, ластик другого размера, да, там есть только 20 видов. Нет, есть популярные пакеты трехмерной графики, которые имеют очень большие комьюнити, то есть, очень большие группы пользователей, и, соответственно, там создано очень много всевозможных удобных, там, как бы, каких-то инструментов и прочего. И чем пакет популярнее, тем вот всего этого больше. Ну, вот, скажем так, в, например, вот в том же блендере, там тоже хватает всего, где-то, как бы, этот инструмент местами, он, ну, ну, можно сказать даже, там, вот он догоняет и обгоняет хорошие инструменты, где-то нет, чего-то ему не достает. А давайте вот немножко технических вот этих моментов отойдем, да, и все-таки поговорим о нашем телевидении, о нашем телеканале. Ну, вот перед этим еще хотелось, чтобы вы нам подсказали, правы ли мы в этом. Коллеги нам сегодня утром, которые создают программу «Утренний эспрессо», подсказали, ребята, обратите внимание, 3 декабря, 3D, это ли есть не знак, или действительно уже всем все давно известно, почему вот 3 декабря отмечается такой день? Ну, это именно так сложилось. Это англоговорящая, как бы, вот часть сообщества, она подметила давно, что 2 декабря и 3 декабря являются такими сокращениями от 2D и 3D. То есть, соответственно, это, как бы, такие вот направления современной графики. Двухмерная, трехмерная графика, да. Дим, еще подскажите. Ну, дальше развитие, вот 4D, 5D же, развитие продолжается бесконечно? Ну. Переходить будет неделя компьютерной графики. Мы доживем до этого, не переживай. Дим, еще хотелось спросить, скажите, пожалуйста, вот самая, скажем так, сложная упаковка, которую вам приходилось делать для той или иной программы на «Беларусь-4 Брест» для нашего телеканала? Ну, технически самая сложная упаковка у нас на данный момент была, это наша программа новостей. Так. Вот, то есть та программа, которая именно «Брестский выход». Вот, технически там, ну, мы, так сказать, наиболее, может быть, сложным путем пошли. То есть там действительно много трехмерной какой-то графики, там сочеталось несколько самых разных технологий создания контента. Должно быть выданных очень высокое качество. Дима, а вот подскажите еще вот один момент, я вот задам последний вопрос. Да, технический. Не технический момент. Скажите, все-таки это работа творческая для одного человека? Либо у вас присутствует в вашем отделе мозговой штурм, когда вот здесь не справляюсь, пойду за помощью, либо нужно не мешать, когда человек воссоздает упаковку программы на ТРК «Брест». Ну, как бы вопрос такой правильный, что ли. Вообще, вот компьютерная графика, как и телевидение, ну, это командный спорт, так скажем. То есть здесь играет огромную роль команда, то есть, безусловно, это процесс как бы в одиночку. Есть технологические этапы, когда, ну, лучше человеку не мешать, когда вот он как бы пытается там поймать, не знаю, вдохновение, когда он сосредоточен, предельно сосредоточен на том, что он создает там какую-то вот картинку. Ну, нельзя ему терять концентрацию, ему нужно понять, вот, что он делает и как. Но на этапе разработки там у нас, безусловно, как бы присутствует и командная работа, и мозговой штурм, и вот все вот эти вот элементы. Мы надеемся, что все будет получаться благодаря вашему руководству. Надеемся, что сектор будет развиваться, новые технологии, которые двигаются, ну, постоянно развиваются. Телеводикопания «Брест» будет идти в ногу со временем. Я думаю, что все будет получаться, если люди такого уровня, как вы, ваши подготовки, вашего образования будут заниматься этим делом. Спасибо. Спасибо огромное вам и вашим коллегам за то, что делаете упаковки программ на ТРК «Брест» яркими, красивыми и лаконичными. Это дело вкуса, между прочим. Да. Спасибо. Спасибо большое. Калишок Нитрий был сегодня в гостях. Мы обсуждали компьютерный дизайн, применение его на телевидении, обсуждали, как это происходит на телерадиокомпании «Брест». Но прямо сейчас детское творчество, люди, которые готовы стать дизайнерами, занимаются уже с самого маленького возраста чем-то очень интересным и развивают свое творческое мышление. Действительно, это может привести к тем, что они станут талантливыми компьютерными графистами. Ганцевический семиклассник Олег Носкович, в отличие от многих ровесников, мечтает не о новом гаджете, а об участии в парижской неделе моды. Чтобы стать хоть немного похожим на Ив Сен-Алорана, начинающий дизайнер одежды освоил швейную машинку и записался в объединение «Моя любимая кукла» Ганцевического творческого центра для детей и юношества. Вообще, с детства у меня была мечта вырасти и стать модельером. Создавать одежду, у меня появилась такая идея. И вот я прихожу каждую субботу и создаю вот такие вот платья всякие разные. Таких одержимых творчеством детей и подростков от 6 до 16 лет здесь почти тысяча. Занимаются в 133 группах. Только по субботам работает около 80 объединений и кружков. 11-летняя Даша Евсения с третьей ганцевической школы привела в кружок не только подругу, но и младшую сестру. Я здесь делаю всякие поделки, маме дарю. Меня вот моя подружка Даша, моя одноклассница, сюда привела. Мне с первых занятий очень понравилось. И я решила, что я буду заниматься этим. Я уже здесь занимаюсь пятый год. Моя мама знакома с Сыриной Николаевной. И как бы, когда я сюда пришла, мне очень понравилось, потому что я люблю. Ну, я творческий человек, и мне нравится всё делать своими руками. Рисование, декоративно-прикладное творчество, техническое конструирование, туризмы, пение и танцы. Возможность заниматься любимыми делами есть не только у детей из райцентра, но и из деревень Ганцевичского района. Мы выезжаем на базу учреждений образования сельской местности. Проводим мастер-классы, проводим игровую программу, концертную программу. Вот следующую субботу мы поедем в Куковскую среднюю школу, где приедут ребята с Огаревич и ребята с Кругович. Большую популярность за последние годы набрала районная игра «Что, где, когда». Её организатор – педагог высшей категории Надежда Петрученя. И второе направление, которым я руковожу, – это юный исследователь объединения по интересам. Это работа с одарёнными детьми из городских школ и сельских. Вот сейчас подключились из Огаревичской, например, школы «Мальчик». Его работа – творческое сочинение православия в моей жизни. Он стал победителем и напечатано в республиканском еженедельнике церковное слово. Кстати, работа с одарёнными детьми в Ганцевичском центре ведётся с использованием тьютерского сопровождения. Для каждого школьника – индивидуальная программа консультирования и личная образовательная траектория. Результаты такой работы – десятки наград на областных, республиканских и международных конкурсах. Доброе утро, уважаемые телезрители. Вот всё-таки, знаете, как ни крути, у нас в студии очень новогоднее настроение. Желаем вам того же, несмотря на то, что погодные условия сегодня не особо. Хочется верить, что снег обязательно выпадет, мы будем видеть его в новогоднюю ночь. Тем не менее, мы сегодня говорим о самых бесполезных подарках, которые вы получили в своей жизни. Ну и, безусловно, вот о чём хотим рассказать. Да, погода не помешает забегу, если даже будет такая немножко дождливая погода, потому что бежать будут в Санта-Клаусе. В Минске впервые состоится забег Санта-Клаусу, пройдёт он 15 декабря. В праздничном марафоне Санта-Ран-Минск смогут принять участие все желающие. Да, при этом не обязательно быть похожим на Деда Мороза, но тем не менее, предлагается выбрать одну из четырёх дистанций – полтора, пять, десять или пятнадцать километров. Обязательно условие наличия костюма Санта-Клауса или другого праздничного наряда – борода обязательно, уважаемые зрители, так вам на заметку. В общем, праздник к нам приходит, да, дорогие друзья. Ну, представляете, такая ора, приснится ночью, нет? Да, кстати, интересно, вот к чему снится Дед Мороз, наверное, вот в пришественном году обязательно все снятся к Санта-Клаусу, особенно маленькие дети. К подаркам всё это, к новогоднему празднику, обязательно к хорошему настроению. Но вот к чему снится гитара, давайте разберёмся прямо сейчас. Смотрим. Этой ночью вам приснилась гитара? Возможно, это знак, что вы будете сожалеть о том, что было в ваших руках, но вы не воспользовались случаем. А вот видеть себя с гитарой в руках или играть на ней – благоприятный знак. Вы неожиданно попадёте в новое интересное общество, где встретите свою большую любовь. Если женщина слышала переборы гитарных струн, ей следует быть весьма осторожной и не поддаваться сладким речам, после которых останется лишь горечь утраты. И пусть пылкие чувства не затмевают разума, и любовь приносит только радость. Доброе утро, Брест! Доброе утро! Всем привет! Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро, Брест! Доброе утро! Всем привет! Доброе утро! Доброе утро, любимая мэра! Доброе утро! Доброе утро, страна! Всем доброе утро! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В эфире учебная программа участников проекта. В центре внимания тема образования, моды, туризма. Мне просто было интересно начать путешествовать. И большое количество стран я проехала, прошла, прошла пешком, проехала на машине. Медианаставница Наталья Вотюх, которая уже хорошо известна участникам проекта, пригласила их в импровизированный эфир. Тема занятия – искусство интервью. Конкурсанты разделились на пары и сначала попробовали себя в роли ведущих. Я уже сказала, что вы начинающий в этой сфере человек. Как вы думаете, какие перспективы есть у фермерства в Республике Беларусь? Я себя отношу к частным фермерам. А потом гостей. Здравствуйте, Анастасия. Доброе утро. Что я хотела сказать. Вообще, если мы говорим, как строить этот бизнес с нуля, конечно, тут должна быть мечта, какое-то рвение, потому что без этого никуда не деться. На первый взгляд, простая задача не всем поддалась. Было очень отрадно видеть, что они помнили о тех замечаниях и о тех советах, которые я давала в прошлый раз. Конечно же, присутствовало тоже волнение. Для многих оно сыграло не самую хорошую роль. Но они справлялись, они старались, и это самое главное. Это значит, что у них есть желание идти дальше. А вот и впечатление участников проекта. Сегодняшнее занятие вообще просто невероятно мне понравилось. Я считаю, что оно было самым взрывным из всех мастер-классов. Было очень много смеха, очень много позитивных эмоций, но при этом мы получили колоссальные знания и колоссальный опыт. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим преподавателям. Урок был очень интересным, очень познавательным. Мы, конечно, все безумно волновались, но вот это, наверное, стоит попробовать ощутить на себе, как это быть гостем, как это быть ведущим. Каждый мастер-класс вносит какую-то свою лепту в развитие. Ты получаешь новую информацию, ты получаешь какие-то советы. Мне очень понравились все предыдущие мастер-классы, потому что каждый из них, он очень познавательный. То есть каждый проведенный лишний час там, даже то, что мы задерживаемся где-то немножко, это очень здорово. Подчеркивают, боевой настрой – залог успеха. Я очень хочу пройти во вторую часть проекта, потому что мне интересно это дело. Я бы хотела продолжать в этом всем участвовать. Да, я настроена серьезно. Настрой боевой, очень хочется пройти, очень хочется себя реализовать в этой области. Ну и буду надеяться, что у меня все получится. А волноваться есть из-за чего? После финального мастер-класса первое отчисление. Прежде всего те, кто недобросовестно посещал занятия. Далее условия отбора будут еще жестче. Первая часть проекта – это вот эти шесть мастер-классов, которые стали для наших участников своего рода фундаментом. Для того, чтобы выстраивать дальнейшее свое отношение к журналистике и к возможности работать на телевидении. Далее их ждет самый сложный, наверное, этап, когда они должны стать уже конкурентами. Потому что, безусловно, проект предусматривает то, что в финал выйдут только самые-самые сильные. Вторая стадия – самая сложная, потому что наши участники становятся соперниками. И по результатам первого испытания, которое пройдет уже в понедельник, мы, к сожалению, попрощаемся с достаточно большим количеством участников проекта. Новый этап уже сегодня. Следите за новостями проекта. Продолжаем наш эфир. Доброе утро. Всем оставайтесь на четверке. Вот интересная новость для вас, уважаемые телезрители. В Брестской крепости открылся международный патриотический лагерь «Единство», участниками которого стали ребята из России, это Чеченская республика, и Белоруссия, конкретно из Брестской области. Открытие лагеря прошло в рамках проекта «Никто не забыт, ничего не забыто». Задачи лагеря направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения, на возведение мостов дружбы между представителями молодежи России и Белоруссии, ну а также на противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны, доведение объективной информации о героическом прошлом наших народов. Да, вот такие замечательные события происходят у нас в Брестском регионе, это не может не радовать. Редактор субтитров А.Семкин В Бресте области подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами и автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении составит 55 копеек за одну поездку. У водителя талончик будет стоить на 5 копеек дороже. Да, проезд и право с багажа в коммерческих автобусах экспрессных маршрутов также подорожает на 5 копеек. Месячный проезд билет на один вид транспорта в областном центре будет стоить 24 рубля 75 копеек. В Пинске и Кобрине 24 рубля и 9 копеек, а в других городах области 21 рубль и 3 копейки. Кстати, проездной на автобус и троллейбус обойдется в 33 рубля и 3 копейки. К слову, в последний раз общественный транспорт в Бресте дорожал на 5 копеек в октябре прошлого года. Да, уважаемые телезрители, к всему нужно быть готовым. Казалось бы, много не мало, но мне кажется, что самое главное спокойно, когда ты зашел в автобус, троллейбус, общественный транспорт, пробил талончик, купил его изначально и, собственно, едешь спокойно и не ощущаешь себя зайцем. Это важно, правда? Да, совершенно верно. Думаешь о чем-нибудь прекрасном, о хорошей музыке, о каких-нибудь изобретениях, а вдруг что-то придет хорошее в голову, и вы станете, скажем так, героем рубрики «Оцифровка» или что-то напишите «Красиво-красиво музыку». Прямо сейчас и «Оцифровка, и музыка» в эфире. Оставайтесь с нами, скоро к нам присоединятся. Очень интересный гость. Согласно книге рекордов Гиннеса, самая большая прическа в стиле афро диаметром более одного метра принадлежит американке Эйвин Дугас. Для того, чтобы отрастить такие волосы, Эйвин потребовалось 20 лет. Такие прически были очень популярны во времена стиля диско – середины 70-х до начала 80-х годов прошлого века. Появились они гораздо раньше, еще в 19 веке. Кто из нас не мечтал о домике на дереве? О месте, где бы тебя никто не нашел? Мечту романтиков оплатили в жизнь владельцы агроусадьбы из деревни Заричаны в 25 километрах от Минска. Основной опорой для дома послужили стволы трех ив, стоящие на берегу небольшого пруда. Почти всю работу, включая внутреннюю отделку, Андрей Нижник и его сын Михаил делали сами. Заричанский дом на дереве – никакой не будет шалаш, а жилье с внушительными габаритами – более 30 квадратных метров над землей. Тысяча евро за килограмм – столько стоит самый дорогой сыр в мире под названием пуля. Дороговизна продукта связана с уникальностью его производства. Для изготовления одного килограмма пуля необходимо 25 литров молока ослиц балканской породы. Молоко должно быть свежим, поскольку в день животное дает в среднем 200 миллилитров молока, стоимость сырья составляет около 40 евро за литр. Дорогие друзья, как мы обещали, с большим удовольствием мы возвращаемся в студию прямого эфира для того, чтобы представить наших следующих гостей. К нам присоединились уникальные люди – Александр Шаленков, старший тренер-преподаватель учебно-спортивного учреждения специальной детской и юношеской школы Олимпийского резерва номер 3 города Бреста. И Михаил Гершов и Владимир Путенко – ученики нашим замечательным тренером. Доброе утро! Доброе утро! Ребята, как добирались к нам, расскажите? Очень сложно, очень трудно. Очень скользко. Ну, во всяком случае, очень приятно, что вы добирались. Спасибо, что с нами. Мне вообще, как девочке, очень приятно находиться в вашей компании, правда? Спасибо. Главный информационный повод сегодня, наша встреча – это, конечно, итоги турнира по фехтованию памяти героев Брестской крепости. Кто принимал участие, как прошли соревнования, какие у нас вообще результаты, итоги, настроения, как все получилось? Все получилось здорово. Принимали участие самые сильные участники у нас были, спортсмены нашей страны. Участвовали все области. Из города Минска приезжали. Результаты у нас – две серебряных медали. Обрещан. Да, две бронзовых. Второе место у нас занял Влад Николаюк и Дарья Власова. Это в Рапире. Даша жалко проиграла за первое место, вела и проиграла 15-14. Один укол. Вова стал третий, Бутенко. Да, и матч Гринкевич, Никита стал тоже бронзовым призером. Ну, это хороший результат. Хороший. А почему хороший? Потому что всегда есть к чему стремиться. Правда, это значит работать, работать, работать и по итогу достичь высшего уровня. Все верно. Ребята, вы оба участвовали. Мы не зря так вот вас одели по-разному, для того, чтобы понимать, что есть форма, есть просто одежда. И, скажем так, сама форма не так страшна, как оказалась. Хотя бы эта форма должна быть для безопасности, да? Да, конечно. Как участие в соревнованиях для вас? Что это такое? Интересно? Да, интересно. Очень мандраж перед соревнованиями охватывает. А так, захватывающее довольно. Миша? Ну, я, к сожалению, по болезни не смог участвовать. Прямо перед соревнованием заболел. А так, соревнования – это праздник. Настоящий праздник. Ты можешь показать себя, показать свое мастерство, увидеть, как спортсмены из других регионов нашей страны выступают. И сделать, подготовиться лучше к следующим соревнованиям и уже, естественно, выиграть. Это означает поделиться своим опытом, правды, навыком и подсмотреть обязательно, чей это. Правда? Обязательно. Кто может принимать участие в таких соревнованиях? С какого возраста можно это делать? И вообще, с какого возраста заниматься фехтованием? Хочется сегодня более практических вопросов. У нас очень мало эфирного времени, к сожалению. Вот кто принимает участие? Принимает все желающие. Кто чему-то уже что-то умеет, научился чему-то, уже может принимать участие. Ну и, конечно, обязательно должен быть допуск от врача. То есть они проходят, они стоят на учете в спортивном диспансере. В год они проходят два раза. Нет комиссию, допуск обязательно. Раньше у нас было, можно было начинать с 10 лет. Два года назад уменьшилось с 7 лет. Но в Европе уже давным-давно и все время они работали уже с детками 4-5 лет. Хорошо. Оскажите, пожалуйста, могут ли быть ограничения по здоровью? Вот у них очки. Да, очки, зрение. Да, эти нету, нету таких особо каких-то ограничений. Мы работаем и с инвалидами, да, это люди с ограниченными возможностями на колясках. У меня было искривление позвоночника. Когда вот я был маленький, да, я пошел на фехтование. Сейчас я прохожу медкомиссию, меня никто даже не видит, что у меня. То есть я упал на спину, и у меня была достаточно серьезная травма. Александр, сразу продолжение темы. Нашим телезрителям хочется сказать, что Александр это чемпион мира по фехтованию. Мира. Когда ему было 17 лет, да, в категории до 17 лет. Это просто что-то тоже невероятное. Очень коротко скажите, ваш путь, когда вы стали заниматься фехтованием, почему вы это выбрали? А потом как сложилось, что вы стали чемпионом мира, вы стали потом чемпионом Беларусь, когда приехали из Италии, вы рассказывали. Вы в три года это поняли? В четыре? Родители отдали вас. Как это начиналось? Вы знаете, это очень смешная история. К нам пришел мой первый тренер, Анатолий Петрович Беленкин. К вам это куда? В школу? В школу, в седьмую школу. Набирать. И я единственный, кто отказался идти. И у нас классно. Она сказала, кто пойдет, можно делать домашнее задание. И я решил просто сходить, это такое стечение обстоятельств. И я один остался в итоге. Потом я уже перешел к картину Венера Фаэлоне. Ну, уже более так уже серьезно стал относиться к этому виду спорта. Спорт действительно уникальный, потому что спорт грациозный. Там действительно нужно думать о тактике, наперед это все просчитывать. Спорт для грамотных людей. Да, это шахматы движения. Это правда. А вот скажите, пожалуйста, мы знаем, что есть спортивное фехтование, есть сценическое фехтование. Чем отличаются? Сценическое это... На красоту. Да, это поставлены номера, какие-то приемы. Это работа на публику. В спортивном фехтовании уже тут нужно, важнее всего, это победа. Есть также красивые уколы. Да, есть уколы в спину. То есть это люди, именно фехтовальщики, которые занимаются этим видом спорта, они понимают, насколько этот укол красивый. То есть они также восхищаются и спортивными уколами. Но я сам, допустим, смотрел «Три мушкетера» раньше, или «Пираты Кривского моря». Мне тоже, я смотрю, сценическое фехтование поставлено очень хорошо. Ребят, вы давно занимаетесь, Миша? Ну, мне это уже шестой год. Шестой год, да. Я так же. Я на два месяца раньше, Миша. Ну, говорят о твоей форме. Ты специально сегодня одет, что ты держишь в руках? У тебя... Это рапира. Рапира. А что еще? Какие еще есть? Есть шпага и сабля. Они отличаются поражаемым пространством и видом вообще оружия. Поражаемым пространством. Это очень страшно. Люди, которые не знают особенности действительно амуниции для спорта, сложнее всего. Кажется, что есть только. Рапира, сабля, шпага. Вы знаете, каждый вид сложный. Ну, по-своему. Допустим, в рапире считаются уколы только в электрокурточку. Так, вы видите, вот электрокурточка. В Вове электрокурточка. Да. В смысле электрокурточка, она подсоединена к 220? Ну, да. Вы подключаетесь к катушке, катушка подключена к аппарату. То есть этот провод, это есть этот электрический провод. Да, да. Не страшно? Нет. Ну, только мне разу никого не делал. И когда дотрагивается человек до этой курточки, получается укол. Да, чтобы укол загорелся, укол силы должен быть 500 граммов. В шпаге 750. В сабле любое касание. В сабле это, там считаются удары. В шпаге и рапире это уколы. Ну, скажите, я надеюсь, болезненных ощущений человек, который эффектует, нет? Или все же, что-то, какие-то покалывания ощущаются? Бывают такие жесткие противники, которые колют, ну, больноватые. Ну, вот так. Заигрываются, скажем так. Это зависит от характера человека, я понимаю. Можно, да, от характера. Это нарушение правил? Нет. То есть просто вы знаете, вот этот вот, с кем я сегодня на соревнованиях, вот это жесткий противник. То есть у него будут синяки или не будет синяков? Нет. Синяки редко. Редко бывает. Да, даже не боятся. Ну, почему предостерегаем? Дурка, родители сейчас сидят, думают, вот ребенок, хочу, хочу, хочу. Ну, кстати, сидят не только родители, смотрят нашу программу, но и взрослые. У нас есть вопрос на Вайбере. Я взрослый, могу ли я начать заниматься спортивным фехтованием? Мне 12 лет. Вот ответ. Спасибо за вопрос вам. Можно заниматься, и не только 12 лет. Мы специально, вот, еще год нету, как мы открыли общественное объединение, клуб фехтования. Да, я являюсь председателем. Смысл, смысл какой был, набирайте набор раньше. Да, деток набирают уже начинать с 4 лет и неограниченно. То есть можно прийти и в 40 лет. Да, можно прийти, можно прийти, да, попробовать расслабиться. А по весу нету ограничений? Нету, нету, нету. Заканчивая тему формы, перчатка какая-то специальная и головной убор, как это называется? Это маска. Маска, просто маска. Защищает лицо, то есть здесь она тоже электрическая или нет? Да, она не электрическая, не считается. Считается, вот, вы видите, опять же, такой же элемент, как электрокурточка, да, туда подключается такой крокодильчик. И вот именно этот язычочек считается. Она такая плотная, что, казалось бы, видно через нее, все хорошо, да? Да, конечно. Уверен в этом на 100%. Настальший профессионал своего дела. Так. Строгий, но справедливый должен быть обязательно. А человек с юмором должен быть тренер? Конечно. В вашем тренере все это сочетается? Да. Мы вас поздравляем, вам повезло. Ребят, к сожалению, вот пролетает эфир, мы желаем вам успехов. Я думаю, что мы не последний раз с вами встречаемся, потому что, ну, тот вид спорта, который вы анонсируете, пропаганду, которую вы спорта, наверное, ведете, это сочетание умных-умного направления, как в шахматах, это спортивное достижение, которое есть, это спортивные навыки. Ну, вот я смотрю, вот ребята, да, умные, сообразительные, интеллигентные люди. Да, верно, да. Вот фехтование сделает тебя лучшим, вот как и плавание, вы понимаете? Это правда, это правда. Мы желаем успехов вам, да. Это спорт для исключительных, мне кажется, поэтому мы желаем вам действительно побед, а вам мы желаем талантливых ребят, которые будут выводить Беларусь и Брестский регион, в частности, на высочайшие места. Да, возвращайтесь на большую арену и станьте снова чемпионом. Спасибо. Мы желаем вам этого. Спасибо, всего доброго. Александр Шаленков, старший тренер, преподаватель учебно-спортивного учреждения специальной детской и юношеской школы Олимпийского резерва номер 3 был сегодня в гостях, а также у его ученики Михаил и Владимир. Мы продолжаем, уважаемые телезрители. Штрих-код от утреннего эспрессо. Не переключайтесь, оставайтесь на четверке. О таком украшении, как браслет, знал еще древний народ шумеры, населявший некогда Южную Месопотамию. А было это ой, как давно. Тогда браслеты изготавливались из дерева, кожи, металла, кости. Считалось, что это украшение обладает магическим значением, защищает от духов, врагов, болезней и напастей. Браслет в переводе с французского означает «запястье». Собственно, этот факт и обуславливает ношение украшения на этой части руки. В Древнем Египте браслеты изготавливались из золота, серебра и драгоценных камней. На Руси же браслеты появились лишь в IX веке. Назывались они обручи или зарукавья и носили их исключительно поверх рукавов. Найденные браслеты оказались настоящим примером ювелирного искусства. Это украшения из тисненной кожи, бронзы, меди, золота, серебра, дерева и стекла, декорированные изображениями животных, птиц, растений, героев сказок и легенд. Сегодня браслет – это аксессуар, который мы надеваем на прогулку, на работу, в театр. Хорошо подобранный браслет сделает вашу руку более изящной, покажет ваш утонченный вкус, подчеркнет фигуру и наряд. Тонкие запястья и длинные пальцы подчеркнут широкие ажурные браслеты. Стройным девушкам подойдут браслеты-цепочки, узкие браслеты и браслеты с подвесками. Девушки с пышными формами также могут носить и узкие, и широкие браслеты. Главное правило – браслеты должны свободно двигаться, чтобы визуально уменьшить объем запястья. Для того, чтобы ваш образ был законченным и гармоничным, стоит придерживаться нескольких правил при ношении браслета. Во-первых, неприемлемо носить и браслет, и часы на одной руке. Это правило касается и ношения браслетов из разных драгоценных металлов – золота и серебра. Браслет с центрированным рисунком должен плотно облегать руку, а браслеты без рисунка напротив должны быть свободны. И напоследок это украшение вы можете с уверенностью надевать и на правую, и на левую руку. Перед покупкой браслета проверьте его на качество. На изделии не должно быть острых углов, которые могут поранить вас или испортить одежду. Также посмотрите его застежки на прочность. Также стоит проверить браслет на прочность и надежность креплений. Вот главное, что нужно знать модницам об этом украшении. И помните, с правильно подобранным браслетом вы подчеркнете свой имидж и будете мерцать. Нет ничего абсолютно несовершенного и ни того, что не мог сделать себе человек. Ну вот задался один человек сделать невероятное изделие. О ком говорю? Голландский плотник Йохан Хейберс построил копию Ноева Ковчега и планирует отправиться на нем из Нидерландов в Израиль, уважаемые телезрители. Строительство плавсредства длиной 125 метров, высотой 22 метра и весом 2500 тонн заняло у плотника 4 года. Пятипалубное судно может вместить 5000 пассажиров. Автор подчеркивает, что в строительстве Ковчега принимали участие только непрофессиональные плотники и любители, среди которых были мясник, учитель и парикмахер. Да, после окончания строительства корабль установили в гавани голландского города Дорхетт. На его борту был открыт интерактивный музей дополнительными фигурами животных. Хейберс хотел отправиться на судне в Олимпийскую Бразилию, но из-за проблем с безопасностью план пришлось отменить. Вот так. Также из-за поражения безопасности доступа посетителей на борт был запрещен, хотя сам строитель уверяет, что Ковчег достаточно надежен и прочен. Вот так люди разных профессий могут, объединившись одной целью, сделать что-то большое и невероятное, которое совсем не связано с их профессиональным мастерством. Стоит ли вам делать что-то сегодня невероятное, увлекаться изучением английского, либо спортом, докажет гороскоп. Смотрим. Повно ждут великие дела, но по масштабности они могут сравниться лишь с теми, за которые вы брались в прошлом. Сделайте акцент на умственной работе, которая принесет не только деньги, но и признание. Гороскоп не советует тельцу бороться за лидирующие позиции в кругу коллег. Ваш авторитет и так непоколебим, поэтому действуйте тем, что имеете. Близнецы вылезнут талантами в высших кругах. Изолировав себя от всего лишнего и ненужного, вы познаете истинный путь к успеху. В личной сфере старайтесь не лениться, а трудиться над своими минусами. Гороскоп предсказывает раку трудный в моральном плане день. Вас могут подставить люди, за которых вы когда-то заступались. Ищите иные пути внутреннего развития, а за старое не цепляйтесь. Лев будет сильно занят работой, поэтому на мелкие проблемы не обратит внимания, хотя нужно бы это сделать. Есть вероятность, что вас обойдут стороны люди, с которыми вы завязали совместный бизнес. Гороскоп советует Деве больше заниматься мелкой работой, в которой ошибиться невозможно. Не мчитесь из стороны в сторону, иначе оступитесь на ровном месте. Весам предстоит сражаться за право быть первым и неповторимым. Не суетитесь на работе, иначе не выполните обязательств перед начальством. Гороскоп рекомендует скорпиону замедлить темп, чтобы не надорвать здоровье. Самочувствие ничуть не пострадает, если займетесь творчеством и домашними делами. Стрельцу нужно быть сдержанным и менее энергичным. Если позволите эмоциям вмешаться в рабочий процесс, то не реализуете задуманное. В любовной сфере у стрельца появится жуткое желание все бросить и уйти в туман. Гороскоп предсказывает Козерогу огромный объем работы, с которым без помощи коллег не справится. Но если отложите проекты в сторону, то и денег не получите. Водолей будет чересчур много требовать от других людей, а сам предпочит спокойно раскачиваться на волнах. Рассчитайте грамотно свой бюджет, чтобы не оказаться в убытках. Гороскоп советует рыбам окунуться в такую работу, чтобы выхлоп в плане денег оказался весомым. Не нужно распыляться на мелочи, они лишь обесточат. Сегодня 3 декабря, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1875 году состоялась московская премьера первого фортепианного концерта Петра Чайковского. Еще при жизни автора первый концерт обрел колоссальную популярность. Он неоднократно звучал во время гастролей Чайковского по США, исполнялся на открытии Карнеги-холла в Нью-Йорке. В 20 веке это произведение вошло в репертуар ведущих мировых пианистов. В 1872 году сотрудник Британского музея Джордж Смит выступил на заседании Лондонского общества библейской археологии с сенсационным сообщением. В результате расшифровки глиняных клинописных табличек, найденных при раскопках древнего города Ниневии, на обломке одной из них ему удалось прочитать отрывок из шумерского эпоса третьего тысячелетия до нашей эры, в котором рассказывалось начало легенды о всемирном потопе. Она была близка к библейской, но старше ее на целых 700 лет. 1966 год. В дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой в Александровском саду был торжественно погребен прах неизвестного солдата, перенесенный с места кровопролитных боев 41-го километра Ленинградского шоссе. Мемориальный же комплекс могила неизвестного солдата открылся в мае следующего года. На гранитной плите надгробия начертано «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 3 декабря 1967 года в Кейптаунском госпитале хирург Кристиан Барнард пересадил 54-летнему пациенту сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции мужчина умер от пневмонии. Однако следующий пациент прожил после операции более 19 месяцев. В то время еще не знали, что чужие органы отторгаются иммунной системой. С открытием иммунодепрессантов в 80-е количество пересадок резко возросло. В этот день в 1992 году состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Содержание сообщения было классическим поздравлением с Рождеством, состоящим из двух слов «Мэри Крисмас». Это событие стало новой мехой в истории развития коммуникации. Ну что, продолжаем, уважаемые телезрители. Говорили сегодня о самых бесполезных подарках, которые вы получали бы в своей жизни, либо о бесполезных покупках. И так можно было бы назвать, сообщение от Аллы пришло. Я, например, купила две пары стелек, думала, в сапоги вложу, а в итоге ни в один не влезла со стелькой. Подарила маме, маме пригодилось. Ну вот, кто хочет найти полезные подарки, подарить что-то полезное, можно присоединиться и посетить выставку «Ярмарка на Гоголе». В преддверии 2019 года она уже раскрыла целый город волшебный. Был создан улиц Гоголя, раскрылся волшебный городок. Как я уже говорю, более 20 деревянных домиков, украшены гирляндами, елочными игрушками, фонариками. Деда Мороза, елки, все, что необходимо к Новому году, есть там. Да, а еще, наверное, у вас, уважаемые телезрители, на антресолах есть искусственные елки, если вы действительно как-то живые бережете, игрушки. Поэтому мне кажется, уже пора доставать это все, как-то просматривать. Может быть, где-то игрушки появились новые, нужно купить и так далее, и так далее. Вообще, мне кажется, что к Новому году нужно готовиться не спеша. Но вот с чем действительно нужно поспешить, так это привести себя в хорошую форму к Новому году. Поэтому фитнес от утреннего эспрессо – это то, что нужно поутру. Присоединяйтесь. Доброе утро. Я надеюсь, у вас сегодня прекрасное настроение, и нас ждут прекрасные упражнения в сегодняшней зарядке. Мы поработаем над любимыми женскими зонами – над прессом и ягодицами. Для сегодняшних упражнений нам понадобится фитбол, который есть у многих дома. Если же нет, для опоры вы можете использовать диван, либо стул, если он достаточно мягкий. Итак, приступим к первому упражнению. Работаем над мышцами пресса. Выходим вперед. На мяче остается поясница, верхняя часть спины, ноги согнуты. Точно так же эта часть может лежать у вас на диване, а ноги стоять на полу. Руки мы кладем за голову, живот подтянут и выполняем классические скручивания. Вперед и назад. Полного расслабления вот такого быть не должно. Ваш пресс все время в напряжении. Но здесь вы сокращаете расстояние и чуть-чуть расслабляете. Поясница постоянно давит на мяч сверху. Не под наклоном, чтобы он выскочил, а именно сверху. И мы продолжаем. Выдох. Подбородок тянется вперед. Выдох. Выдох. Выполнив повторение 20-30, мы переходим к другому упражнению, включающему верхние косые мышцы. Скручивание за колено. Выдох. Выдох. Также сделали 20-30 повторений. Отдохнули, растянулись. И возвращаемся, выполняем точно так же два подхода. Сначала классические скручивания, и потом уже в сторону. Из этого положения мы сразу переходим ко второму упражнению на ягодицы. Продвигаемся дальше. Дальше, оставляя на мяче плечи и голову, поясница и ягодицы полностью свободны. Опускаемся вниз и поднимаемся наверх. Называется это упражнение «ягодичный мостик». Он выполняется как лежа на коврике, так и с опорой плечами на любую поверхность. И старайтесь выполнять упражнение с упором на пятки. Чем ближе стопы к ягодицам, тем упражнение выполнять легче. Чем дальше, тем сложнее. Если нагрузка для вас недостаточная, вы можете положить на бедра гантели или какой-нибудь груз. Выдох. Выдох. Три подхода по 30, а если вы очень сильны, по 50 повторений, будет достаточно для того, чтобы привести ваши ягодицы в тонус. Возвращаемся. И мы справились. Я надеюсь, сегодняшний комплекс принес вам определенную пользу и удовольствие, и ваш день будет сегодня отличным. Спорт – это прекрасно. А если вы занимаетесь спортом постоянно, это значит, что вы прекрасно будете себя чувствовать. Также постоянно необходимо к нам дозваниваться, участвовать в наших розыгрышах. В Вайбере мы сегодня обсуждали тему бесполезных подарков и готовы объявить победителя. Да, вот сообщение, которое было прислано от Светланы. Белый замшевый дубленка, очень красивая, но не практичная. На химчистку два раза в сезон денег жалко отдавать. Так что второй год без дела висит. Спасибо мужу за бесполезный подарок, ты писала она. Но мне кажется, что вы немножко ернчите, Светлана, потому что мне кажется, в любом случае, такой дорогой подарок будет приятен абсолютно любой женщине. Но при этом сегодня это признат главным нашим победителем. Наша творческая группа утреннего эспресса долго совещались, как всегда. Всех благодарим, кто сегодня не победил, но участвовал в нашей программе. Большое спасибо, что вы принимаете участие, делаете эфир вместе с нами. А самое главное, мне кажется, что вам, уважаемые телезрители, было очень полезно действительно пообсуждать таковую тему, как самые бесполезные подарки, которые можно дарить. Потому что в преддверии Нового года действительно хочется, коль делать близкому человеку подарок, то безусловно от души. Прогноз погоды и хорошая музыка продолжат эфир утреннего эспресса. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Понедельник успешен и легок только в том случае. Мы всегда это повторяем. Нужно заниматься любимым делом и от души. Этого вам желаем. Юлия Майская, Виталия, у нас сегодня были в эфире. Программа «Утренний эспресс» заканчивает всю работу. Всем хорошего дня. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин